Какое все это имеет отношение к нашей задаче, к реобразованию в жизни? Ответ абсолютно прямой. Абсолютно прямой, господа. Вспоминаю, что же за точки есть в нашей задаче, при котором, помните, было преобразование в Улье, обратное преобразование в Улье. Что это за точки? И, соответственно, у нас все получится. Точки – это корни n степени из единицы. Например, если n равняется 6, то мы должны взять окружность единичного радиуса и разделить ее на 6 равных частей. Вот правильный шестиугольник, вписанный в окружность. Что это будут за точки? Это число 1. Вот это вот число – 1 вторая плюс i корней из трех пополам. Вот это минус 1 вторая плюс i корней из трех пополам. Это минус единица. Минус 1 вторая минус i корней из трех пополам. одна вторая плюс и корней из трех пола, не, одиннадцать, вот здесь минус, потому что, вот они, все корни шестой степени из единицы. Обратите, пожалуйста, внимание, они являются решениями уравнения z в шестой степени равно единице. Так вот, если мы занимаем анализом грудия, когда n равно шести, то на самом деле это означает следующее. Мы рассматриваем на вершину правильного шестиугольника, то есть вот на этих точках, функции, которые в каждой из этих точек принимают какие угодно значения. То есть у нас есть шесть точек. Обозначать мы их будем в следующем образе. Давайте, значит, z это у нас будет косинус 2π разделить на n плюс и синус 2π разделить на n. То есть на картинке очень просто. Надо взять окружность, ровно n-ую часть, вот эта вот друга, это 2π разделить на n. И вот это вот число, изначально, когда надо сюда, это и есть то самое z. Отлично. Отлично. Итак, точки, в которых у нас функция будет исследоваться, это вот они. При этом z в степени n это уже единица. Нас будут интересовать многочлены. Но, ребята, помните, по трем точкам однозначно строится функция не более, чем второй степень. По двум точкам однозначно строится функция не более, чем первая степень. Значит, по n точкам будет строиться функция какая? Степень не больше, чем n-1. Значит, нас интересуют многочлены степени не больше, чем n-1. Но это, конечно, полное забрать, потому что, если вы собираетесь ограничиться многочленами не больше, чем данной степени, то у вас это ограничение во время всего изучения будет всё время пролезать, и вся сметра порушится, но всё время надо в полничной степени не больше степени, не больше степени, не больше степени. Но при этом мы будем смотреть задачу по модулю x в степени n, по минус 1. Ну, лучше не x писать, потому что z, наверное, z комплексная переменная. Господа, вот это гениально всё на идее. Мы снимаем ограничение степени. То есть, многочлен теперь может иметь какую угодно степень. Важно, что рассматриваем по модулю z в степени n-1. Что это означает? Это означает, что z в степени n мы просто будем считать единицей. Почему это разумно? Да потому что, если смотреть с точки зрения корней из единицы, то z в степени n действительно невозможно отличить. В этих точках, что многочлен z в степени n, строго равен единице. Поэтому, если мы смотрим только из этих точек, то мы его отличить не можем. Ну и замечательно. Замечательно. Так же, как вот бывает по кольцу вычетных, по-моему, то есть, как там, четные и нечетные. Что помню, там, четные или нечетные. Или смотрим, там, остатки отделения на, не знаю, 25. Замечательно, 25 мы не различаем. Точно так же. Мы теперь не будем различать с этой степени n на единицу. В таком случае, снимается вот это вот ограничение на степень. Многочлен теперь могут любой степени. Но, с другой стороны, понятно, что, по сути, любой многочлен – это вот такая вот запись. Потому что я могу написать до n-1, и если там есть какие-то более высокие степени, то при помощи вот этого равенства я могу эти степени сбрасывать. На самом деле, коэффициентов у многочлена в точности, я начну. С0, С1, С2, С2, С1. Замечательно. Теперь давайте понимать, что же такое, прямо в основном, твое. Представьте себе, что у вас есть значение в точках. Вот здесь будет функция, определенная на всей плоскости, как-то многочлен. Давайте, многочлен на значение большой. Вот этот многочлен можно посчитать в каких точках? В единице. Мы его можем посчитать в точке зито, в точке зито квадрат и так далее, и так далее. Мы его можем посчитать в точке зито в степени обусы. Это n значений. Вот это, так сказать, земля. Это n значений. Замечательно. И есть тот самый Сатурн. Как выяснилось, недалеко, земля, бежал. Это и есть вот этот самый Сатурн. Коэффициент. Коэффициент. У нас просто-напросто вот эти вот числа, набор чисел. С0, С1, С2 и так далее. С1. А вот эти вот числа. Давайте обозначать, ну, соответственно, F0, F1. F0 это потому, что вот это, где-то, где-то, где-то. Вот. И вот это вот будет обозначаться Fn-1. Вот. Давайте теперь сообразим, какие формулы очевидны, а какие формулы не очень очевидны при рассматривании преобразований. Ребята, если мы знаем коэффициенты, то не проблема найти значение. То есть, какие, какая очевидная формула для F0? Да понятно, что такое. F0 это C0 плюс C1, плюс C2, плюс и так далее, плюс C1. Замечательно. И вообще, что такое Fкатэ через коэффициенты? Fкатэ это сумма коэффициентов умножить на что? На Ци, да? В степени КМ, где сумма взята по всем М, от 0 до F1. Между прочим, сразу видно отличие от формул, который я писал, что F1 здесь еще была. Одна F1. В этом месте такая проблема, когда у вас есть два преобразования, слева направо и справа налево. Для того, чтобы их композиция возвращала все, откуда... Есть такие варианты. Можно представить себе, что если их естественным образом сделаешь туда-назад, то происходит умножение на n. То можно взять, скажем так, здесь написать делить на n, а здесь на единицу. Или можно в обоих случаях написать делить на корень z. Или можно здесь поделить на n, а здесь поделить на единицу. Это важно, чтобы в результате, что вы сделали оба, у вас поделилось бы на n. Так вот, в тех обозначениях, которые выписал Шленов, выписал Пец на прошлой лекции, у него просто рассматривались не коэффициенты, а коэффициенты, умноженные на p. Объясняю, почему он это сделал. Потому что ему хотелось простым образом написать прямое преобразование к фуриенту. Вот если я буду написать в моем значении прямое преобразование к фуриенту, и вы увидите, что там будет это самое деление на n. Ну, соответственно, он его там не написал, что называется ради красоты, но, природу не обманешь, вынужден был писать его вопраку. У меня сейчас наоборот получится, вот если я взял такое обозначение, я мог просто из фуриенту обозначить nc0, nc1, nc-1, и тогда получилось бы телемена n. Так, в любом случае, скажите, пожалуйста, вот эту формулу, вы понимаете, что если у вас есть многочлен, и вас интересует его значение в точке от сита в степени и к, то надо просто вместо z подставить. Это понятно? Или не понятно? Понятно. Понятно. Ну хорошо, контрольный вопрос. Что такое f1? это c0 плюс c1 сита плюс c2 от сита в... Понятно? Плюс c, что там? n-1, сита, n-1. Вот. Ладно, что я пишу, я в 2. c0 плюс c1, здесь что пишет? сита в квадрате. сита в квадрате. Плюс c2 от сита... четвертый. Совершенно верно. c1 с 1, сита в степени 2. А у вас нет. Ну, все, я считаю, что получится. Так вот, господа. А теперь вспоминаем трополиционную формулу Лагранжа и думаем, а что же нам сделать? Что было главное, когда мы писали трополиционную формулу Лагранжа? У вас был многочлен, который по всех точках равен нулю, а в одной точке равен единице. Ну, давайте не будем сразу обслуживать. Все узлы. А напишем такой у нас. Он равен нулю вот в этой вот в этой минус одной точке и в единице он должен равняться единице. Ну, для начала, что значит равен нулю? Это значит, что его корнем является число дзита, его корнем является число дзита в квадрате, и его корнем является число дзита в степени единице в квадрате. Ребята, это я написал один из членов огромной интерпляционной формулы Лагранжа. Вот это вот число будет у меня не все же догощить, вот это догощить будет у меня умножаться на f нулевое. К этому потом еще будет прибавляться f первое умножить на понимаете, x минус один, x минус квадрат и так далее. Таким, первым детом, что нужно узнать, это что это? Потому что вообще это ужасно. Никакого ужаса. Вы знаете многочлен цепи в степени в грузе. Вы знаете его конь. Давайте вспоминать z в степени n минус один. Многочлен n-ой степени, у которого n известных корней. Значит, он делится на z минус каждой из этих корней. То есть он делится на z минус один, z минус z, z минус z, z квадрат и так далее, и так далее. z минус z в степени n. Господа, увидите из этой формулы чему равен числитель, но честное слово не проблема. Нужно просто обе части поделить на z минус один. Можно я прямо здесь сделаю? Я вот это z минус один куплю, напишу здесь вот так, и напишу в знаменателе z минус один. Нечестное слово не проблема. И поделить по школьной программе вы обязаны. Когда делишь z в минус один на z минус один, получается в ответе z в минус первой плюс z в минус второй плюс и так далее плюс z минус один. Ребята, выясняется, что вместо вот этого ужаса можно написать гораздо более понятную штуку. я уже начинаю писать здесь форму. Что же такое f от z? f от z это f нулевое, а здесь пишу не вот такую ужасную штуку, а абсолютно понятную вещь. z в минус первый, z в минус второй и так далее плюс z плюс один. Отлично. Что будет дальше? О, нет. Я еще ошибся. Здесь еще был знаменатель. Здесь еще был знаменатель. Что такое знаменатель? Это значение числителя, когда z равно единице. Замечательно. Чему равна эта величина? Когда z равно единице. Господа, м. n. Вот это и есть то самое n. У Шкредова оно было написано в обратном преобразовании фурье, а у меня написано в прямом. Ливангей написано. Отлично. Я написал такую форму. Теперь нужно пройти еще этап с числом F1. Ребята, детерпуляционную формулу Малаганжина знает это F1 умножается на z-1 z- z-z в квадрате z-z в n-1 и делим на z-1 z-z в квадрате и так далее и так далее z- минус z-v-n минус b. Господа, в чем отличие от того, что у меня вот здесь было сделано? Понятно, в чем? Я делю не на z-1, а на z-z и единственная проблема где это писать. А вот я вот это F0 и уберу и прямо на этом месте напишу. Значит, сейчас такое равенство z в n-1 надо поделить на z минус z. Тогда я получу вот этот вот числитель. Смотрите, что такое z. 1 это z в n-1 1 это z в n-1 А это вы умеете. Это z в n-1 плюс z z в n-2 плюс z квадрат z в n-3 и так далее плюс z в степени n-1 Господа, опять совершенно не проблема подставить вместо z z и получить ответ n умножить в знаменатель уже будет меньше хорошее n умножить на z в n-1 это будет в знаменатель ну хорошо в знаменателе то же самое можно умножить на z в n-1 это же все равно единица это будет просто dzito в числитель dzito пойдет в числитель и в результате в результате у меня получится такая формула здесь здесь будет по-прежнему число n так 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 я немножко начинаю путаться что же у меня здесь будет тогда зитто умножить умножить на это это будет зитто в степени минус n-1 z в n-1 2 по-моему так да плюс зитто я пытаюсь написать формулы ровно в таком виде в котором они были написаны в прошлый раз и так далее и так далее и так далее так при z какой будет зитто минус 1 z объясняю почему здесь зитто в n-2 то есть минус 1 z это минус 1 z ну и в конце будет просто единица будет просто единица господа давайте что называется поймем это в общем виде в общем виде проблем негатив если вы вычисляете значение в точке зитто в степени к то нужно просто-напросто здесь будет делить на зитто в степени к соответственно вот здесь будет не зитто а зитто в степени к минус и так далее и так далее просто и здесь тоже самое там множиться на к в общем когда возникнет вот такая вот штука fkd здесь будет по-прежнему делить на n зитто а здесь будет зитто в степени минус k n-1 z в n-1 минус n-2 k z в n-2 и так далее и так далее зитто в степени минус k z если вы вспомните это и есть формула прямого преобразования в е которая написана здесь вот обратное было такое не написано здесь но прямое я точно помню надо было брать сумму g житых умножить на e в степени минус 2 pi g n-1 господа 1 n-1 1 n-1 1 n-1 по вкусу у меня получилось 1 n-1 в одном месте у шкредова в другом то есть ты берешь коэффициенты многодчина или ты берешь коэффициенты многодчина умноженные на n-1 это вопрос обозначения непонятно да если как у шкредова то 1 n-1 была здесь если как у меня то 1 n-1 вот здесь вот хорошо хорошо мне кажется что с коэффициентами и значениями понятнее чем с умноженным на n коэффициентами и значениями но еще раз это вопрос вкуса неудачен 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 вы